Доброго здоровья, очка! Хунту та хунту баре! Мы из Украины. Я не могу сказать, что после вступления 1 декабря в действие новых правил по ввозу гуманитарки в Украину, этот поток остановится вовсе. Нет, конечно. Его просто начнут контролировать другие люди. Правильные. Более новые лица. Это совсем не ваше старое доброе. Привит, мы не потребни тактычни окуляры. И максимум через неделю они у тебя. Нет. Это будет совершенно иначе. Я поставлю список новых требований этого процесса от новых лиц в описании и в пост на ФБ. Почитайте на досуге. Это коснется всех. И это настолько просто и понятно, что меня поразило вот что. По запросу волонтеры 1 декабря Google выдал мне аж две адекватных ссылки. И я решил разобраться в теме, потому что хунту баре волонтерство – это на сегодняшний день единственное. Я подчеркиваю, единственная сила в Украине, которая не подвластна деятелям с банковой. Оппозиция молчит, буду говорить, что ну на часе. Военные молчат, потому что им просто некогда. Когда над тобой ежесекундно что-то летит, тебе не до волонтерских проблем. Тебе нужны каска, броник, БК и сухпай. Тебе нужны сухие берцы и хоть где-то помыться. Про сон умолчим. Там на коленках в окопе подрыхнишь и зато счастлив. Но фишка в том, что и теплаки, и влажные салфетки привозят волонтеры. А значит, врачи, учителя, остальные бюджетники даже не смотрят в эту сторону. А знаете почему? Потому что наглухо зависимы от решений как кабина, так и банковой. И если толковый врач сможет прокормиться, если его турнут, то никакой учитель не способен набрать себе столько учеников вне стен учебного заведения, чтобы банально оплачивать коммуналку. Я не про столицу сейчас Украины, это и не только Киев. Короче, молчат все. Тогда скажу я. Скажут волонтеры. А вы послушайте, если вам не так, как Жеки из квартала. А фоном, как обычно в роликах за тыжня, показываю фотоотчет о проделанной за неделю работе и ваши комменты из-под донатов. Пенс не волонтер, хотя из благодарности от ВЧИ организации можно соорудить иконостат с размером с палатку. После перемоги покажу, может быть. Но это и моя работа. С первого дня полномасштабного вторжения РФ, а до этого еще много лет. А вот теперь не факт, что посты и отчеты о волонтерской деятельности от дружественных организаций в том числе после первого декабря будут появляться в отчетах у Пенса. Почему так? Давайте начнем с распорядка дня обычного волонтера. Они поутру не кофе пьют, а собираются в точки, садятся в свои машины, я подчеркиваю, в свои, негосударственные. Принимают грузы, распределяют их, оформляют на склад, участвуют в раздаче или развозят какой-то их час по точкам и отделениям новой пошты. Это кропотливая работа, как говорили в советские времена, от забора и до обеда. Таких волонтеров много. Они не участвовали в квартале и прочих юморных марафонах, не имеют ютуб-каналов на миллионы подписчиков, не светятся ежедневно по телевизору. Иногда их там показывают, правда, мельком, со словами «такие-то волонтеры доставили помощь туда-то». Это все, но этого достаточно, чтобы стало немного спокойнее на душе. И дальше снова работа, пока хватит сил этого дня. Вы уже догадываетесь, как сломать эту систему, которая до сих пор держится на морально-волевых качествах, и, что самое важное, на доверии одного волонтера другому. На доверии донатеров и спонсоров всем этим никому неизвестным людям. Догадываетесь? Элементарно, хунтубры. Просто нужно добавить ненужных обязанностей, которые сожрут волонтерское время. Связать руки. Не дать делать то, что так и не начало делать наше государство за нас. Сделать из волонтеров вторую УПА, украинскую паперовую армию, как было сделано с ЗСУ в свое время, и так до сих пор и не переделано по-людски. Так, пока я окончательно не расцверепел, скажу, что было сделано дедом за ваши донаты на прошлой неделе. Два Старлинка уехала в располаги. Один на 25-ку, один на разведку. Получено 10 дуек вебаста. 92-я, 25-я, скорпиованы. Короче, 8 дуек за сутки розданы. Последние две тоже уже забирают. Заказов на них, кстати, выше крыши. Штук на 60 уже названили. Если мы сможем собрать достаточно донатов, хлопцы будут в тепле. Одна, напоминаю, стоит чуток больше 7 тысяч гривен. То есть на 60 штук нам нужно около 500 тысяч гривен. Дальше смотрите сами. И еще за неделю 15 машин ушло с продуктами. Это погрузки, сортировки топлива, люди. Еще один теплик дед купил контрабандой, да. Завести его официально – то еще счастье. Плюс один комплект резины передан уже. 200 комплектов термухи передано. Еще дополнительно к тем, которые были переданы раньше. Плюс носки, термоноски. Вы можете все это видеть на слайдах. Скрывать нечего. Майему шо майему. Дед сейчас проводит много экскурсий по музею. Приезжают детские группы, это всюду. И дед проводит им экскурсии по 2 часа минимум. Начинается экскурсия у Дожки памяти. Там собраны хлопцы из Павлограда. Ну и ситуация следующая случилась. Дети, а в когось є родичі в лавах ЗСУ зараз? Отзывається мальчик із 4-го класа. В мене батько воює. Ділаєт паузу. А дядько піпапас. Ховається. Четвертый клас, напомню. Продолжу про 1 декабря. Когда весной 2022 года везлись грузы для Чернигова, государство не хотело этим заниматься. На начасі. Мивина недоеденная сама себе не доест. Мы это поняли и заткнулись. Без вопросов. Просто дайте работать. Когда мы ехали на Херсонщину, государство так же не спешило помогать. Скорее наоборот, ограничивало попадание волонтеров в те края. Приходилось хитрить и выкручиваться, но мы снова не задавали никаких вопросов, потому что находили возможность работать, и что главное – приносить пользу. Что ж, 1 декабря эта история может завершиться уже окончательно, к сожалению. Есть постановление 953. Оно начнет работать в первый месяц, чрезвычайно тяжелая для всех нас зимы, в условиях, когда Украина получит несколько меньше помощи, и когда война в Израиле оттянет часть внимания западных государств от нас. Все эти проблемы можно решить, если есть кому работать. Но самое тяжелое здесь – именно постановление. Потому что теперь для того, чтобы подменять государство в трудных для него моментах, придется делать целый список лишних действий. Кабмин написал Камасутру для волонтеров под названием «Постанова 953». Напомню, что короткое описание этой постановы я постараюсь вставить в описании под роликом и в публикации на Фейсбуке. Ну, смотрите. Перед получением гуманитарной помощи оформить документы. Как? Точно указать, что именно ввозят к нам. Описать каждое наименование товара, его вес, обязательно цену, срок годности, степень использованности вещей, а еще приобретателя и конечного сразу же получателя помощи. На этом наша культурная программа ни в коем случае не заканчивается. Знаете, что еще нужно сделать? Получить товар и инвентаризовать его. Тщательно описать, потому что если не совпадет, придет поверка. Впрочем, она и так придет. Вот в этом я точно не сомневаюсь. Это как говорили в советской армии. Мне не важно, чем ты занят. Мне важно, чтобы ты заипался. Ответственность за качество груза и его безопасность несет получатель, то есть волонтер, за то, что формируют другие люди и что приходится принимать в условиях полной бездеятельности государственного аппарата в данной области. Вы можете верно подметить сейчас, что деятельность государства как раз есть. Угу. Но они и сегодня и гутарим. Тот, кто писал это постановление, точно не работал волонтером ни секунды, не договаривался, не искал людей, не состыковывал графики, не принимал машины, не разгружал, не лез ночами, не видел глаз людей, просящих дать им ну хоть одну свечку, но неужели у вас не завалялась хоть одна? Его люди не придут, чтобы искать нам очередную партию медикаментов, теплых вещей, кормов для животных, да или хотя бы памперсов. Нет. Это же сделают наивные волонтеры, которые сами подписались, да? Поэтому его люди придут только для проверки, и чтобы они не пришли, волонтеры должны свое время тратить на бумажную камасутру и только потом работать. Давайте я объясню вам, как это выглядит на фоне прошлой весны. В начале вторжения волонтеры бывало получали груз, и вслед за ним еще один. Пока его разгружали, другая машина везла свою долю к тем, кому больше некому помочь. Теперь так не получится, ибо бумага сама себя не заполнит, а вот проверочка бумаги прискачет на бронированном фольце в тот же час. Бумажки для паркетного костюма надо заполнить, иначе костюм пришлет своих людей, они перевернут весь склад вверх дном и парализуют вашу работу. Расшифрую еще более остро. Чтобы вы имели право подменить государство там, где оно слабое, государство завалит вас обязанностями по бумажной помощи, и только потом вежливо позволит сделать то, к чему у него руки не стоят и никогда не стояли. Вот так. Почему это постанова? Это риск потерять все волонтерское движение. В каментах мне насуют, не сомневаюсь. Пенс, выдохни. Так у нас работает все, всюду совок, но так немножко напряга и будут работать дальше. Зато порядок будет. Про порядок доказано Сталином. Я говорил вам в 19-м году, что скоро мы будем ходить в пионерских галстуках и орать про партию наикультикульнейшего. Говорил? Смотрите еще. Если за 90 дней волонтер не подает отчет с описанием гуманитарки, он, внимание, теряет статус получателя на полгода. То есть полгода он не сможет по закону ничем, никому никак помочь. Почему? А черт ее знает. Так кому-то захотелось. Кому так захотелось? Перечислять фамилии? Волонтеры погрязнут в бумагах. А к слову, одна пачка бумаги для принтера даже стоит денег. Или государство будет снабжать бумагой. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот это ржака. Вы ж хотели поржать. Вот оно. За каждую детскую куртку будем отчитываться так, будто нам Хаймерс передали. Пока все это будет продолжаться, соответствующий ребенок свою курточку не получит, потому что дядя в кабинете с отоплением. Плевать хотел и на ребенка, и на его одежду, и на волонтеров, которые эту одежду возят и раздают. Что будет, если потерять статус на полгода? Доноры разойдутся, и вместо нас их подхватит кто-то на ходу. Вы сами догадаетесь, какие именно фонды подхватят эстафету? Или мне опять фамилии перечислять? Так ну ясен пень, у них есть бюджет от марафона. У них есть штат, у них есть даже охранники, оплаченные вашими донатами. У них есть помещение в центре Киева. А у нас есть только звонки вроде. Так что там по нашим аптечкам, скоро ждать? Потому что жесткое регулирование столь тонких вещей является коррупционной клакой. Там, где волонтеры работали на своей репутации и личных связях, кто-то занесет в нужный кабинет. Тому дядечке, который постановление писал, держа свои ноженьки на горячих батареях. И второму, который контролировать это будет. А все почему? А потому что волонтеры в конец стали им неудобны. Слишком независимы. Слишком полезны людям. Слишком активно приближают по ремову. Слишком много думают. Имеют слишком много доверия. А на фоне бубочки, у которого этого всего нет, волонтеры торчат бельмом, которое очень остро необходимо прибрать к рукам, стереть, замылить, дискредитировать слухами о том, что волонтеры гребут гуманитарку и продают ее потом по базарам. Такими же точно нелепостями, которые и опровергать-то стыдно. Так же, как слухи про Сверчуков, про Пашинского, про брата Порошенко, про много что еще, что уже даже судом доказано, что это была брехня. Неудобны волонтеры. Даже вредны Солнцесяйному и его бригаде. Убрать не выходит. А бесчестить не выходит. Значит, нужно связать им руки. Связав волонтерам руки, чиновник не поможет Украине. Чиновник поможет Бубочке. А Бубочка-то как будет счастлив. Все аплодисменты с 1 декабря будут его. Теперь уж точно все. Потому что других волонтеров больше не будет. Попомните мои слова. Слава Украине! Слава ЗСУ! Сделайте донат и репост, если вы согласны. Доля ролика и Украины в ваших лайках, донатах, комментах и репостах. Ставайте донатами Пенса, то же это и будет ваш внесок в победу Украины. Продолжение следует...